В следующем сюжете мы расскажем вам о планах самоуправления по развитию индустриальной парка с привлечением государственного финансирования. Несмотря на большую конкуренцию, у Венсполса есть шанс получить немалые средства на эти цели. Сейчас на государственном уровне ведется разработка программы по поддержке развития индустриального парка. На эти цели государство выделит 80 миллионов евро, на каждый регион по 20 миллионов. Причем проект не должен быть дороже 15 миллионов. Участвовать в конкурсе проектов планирует и Венсполское самоуправление. Наши преимущества в том, что мы планируем строить здания, два здания, как начало этого индустриального парка. Место мы выбрали въезд со стороны Риги улицы Курзене. И это, конечно, не будет полноценный парк, это будет как первая стадия, это возможно в этой программе. Но мы должны сделать такое обоснование, что же будет парк в целом, как это первая стадия планируется. Мы единственные, которые планируют таким образом, чтобы не строим здания, индустриальные здания для коммерсантов. Поэтому я надеюсь, что нам удастся найти хороших партнеров потенциальных, потому что это будет потом аукцион, когда будет готов технический проект, это уже можно будет сделать аукцион те, которые хотят арендовать эти помещения потом. И что мы будем достаточно конкурентоспособны. Если не удастся получить поддержку 15 миллионов, ну есть шанс, что мы будем вот 4 региона по 15, всего 80 миллионов, там 20 еще остается. Так что два проекта по 10 миллионов еще можно будет. Может быть не 15, а 10. Ну, мы, конечно, будем делать все возможное, чтобы получили поддержку этого фонда, потому что, как я уже сказал, достаточно большое количество в традиционных наших портовских предприятиях под угрозой, под угрозой увольнения, потому что грузы упали, и это реальность, да, и они, ну, важно, чтобы у нас была возможность им предложить, чтобы они не уехали куда-то за границей, чтобы они имели возможность выбрать работу в городе Венсполса. Конкурс пройдет в следующем году, и если старт будет успешным, то самоуправлению удастся создать еще немало рабочих мест. А ведь согласно опросу, который регулярно с 2000 года проходит дважды в год, главной функцией самоуправления венсполсчане считают именно создание рабочих мест. Большинство самоуправлений Латвии предоставили жилье украинским беженцам в школах-интернатах и в студенческих общежитиях. Если в то время, когда началась война, из-за ковидных ограничений учеба проходила в основном удаленно, то в новом учебном году учеба может проходить и очно, а значит, украинцам может не хватить мест для проживания. Так может быть и в Венсполсе, где уже сейчас не принимают беженцев. В Венсполсе сейчас зарегистрированы 605 граждан Украины. Их число все время меняется, и прогнозировать что-то очень сложно. Некоторые останавливаются в Латвии ненадолго, по пути в другие страны. Более половины венсполских беженцев поселились в снятых квартирах или у друзей-родственников. Остальным жилье обеспечивает Венсполское самоуправление, размещая их в общежитии Венсполской высшей школы, где гражданам Украины приходится делить быт со студентами. Сложно было людям в первую очередь. Каждый как-то привык в своем доме жить, а здесь общежитие. И сложно было внедряться в систему со всеми, в один дом. Но мы преодолели. Наша цель была убежать от неспокойного неба, от непонятного будущего и уберечь своих детей. В данной ситуации это была наша главная цель, а не быт. До сих пор места в общежитии Венсполской высшей школы были гарантированы. Учебный процесс из-за пандемии проходил удаленно. Нынешним студентам и будущим студентам, которые только собираются поступать к нам в высшую школу, волноваться не стоит. Мы сможем удовлетворить желание разместиться в общежитии абсолютно всем. Мы рассчитываем, что таковых будет где-то 300 человек. Но если будет и больше, то и их сможем поселить. Сейчас мы открыли доступ к проживанию и студентам Венсполского техникума, выделив им один этаж. Студенты и коллеги относятся с пониманием. Нам приятно, что гражданские жители Украины здороваются с нами уже на латышском языке. Они благодарны за то, что могут здесь жить. В общежитии можно разместить 600 человек. Ректор уверяет, что мест хватит всем. Но в летний сезон для служебной гостиницы главным источником дохода являются туристы. Кроме того, общежитие используют не только студенты Венсполского вуза, но и техникума. Поэтому приходится решать ряд бытовых вопросов. У нас студенты не только из Латвии, есть и зарубежные студенты. Когда слышишь разные языки, видишь разные культуры, никаких разногласий не возникает. Да и не доставляет это никаких проблем. Самые длинные очереди выстраиваются в прачечной. Записаться на стирку порой можно только после полуночи. Для семей с детьми это очень актуальный вопрос. Иногда ты приходишь стирать, записанно одно время приходишь, еще не все успели постирать, потому что нас много, вещей тоже много. И тогда получается, что этот порядок сбивается, и не все успевают нормально постирать. Бывало еще такое, что в холодильнике у нас мало места, и просто негде хранить продукты. Такое еще было. Так больше лично у меня никаких проблем не было. По рабочим дням в коридорах общежития тихо. Большая часть приехавших нашли работу. Дарья и Арина сегодня проспали и не пошли в летний лагерь. Их мама на работе, но за девочками присматривает бабушка. Все места хватает, но хочется немножко больше. По дому скучаешь? Да, у меня просто был двухэтажный дом, и я скучаю за вторым этажом и за игрушками. Координатор украинцев Венсполс информирует о том, что сейчас в общежитии проживают 244 украинца. У некоторых уже закончилось право получать государственное пособие, поэтому за общежитие им приходится платить самим. Питание самое малое раз в день гарантировано. К сожалению, волна с Харьковской области, Донецкой области продолжает расти, и в основном они добираются через Россию, через границу российскую. В основном это семейные пары с детьми, либо там бабушки, дедушки. Вот даже сегодня мы приняли еще шесть человек, ну и ожидаем еще шесть человек с маленькими детьми. С 24 мая бесплатно находиться в Латвии украинцы могут только 30 дней. Далее их доход оценивает социальная служба. Если приехавшие соответствуют одной из восьми категорий, например, пенсионеры, беременные, инвалиды или женщины в декретном отпуске, тогда разрешение на бесплатное проживание продлевается. В обратном случае надо платить за проживание и питание. Если ты работаешь и уже имеешь работу, то ты сам должен будешь платить за проживание в комнате, в гостинице. Будет одноразовое питание вечером, то есть ужин или суп, или второе блюдо, то есть теплое питание будет обеспечено хоть один раз в день. Но люди будут получать пособие ГМИ, это кориентированный минимум, это 109 евро на первого человека, 7-76 на других, из которых тоже можно будет покупать продукты и готовить там. В Венсполсе так же, как и в Риге, все зарезервированные муниципалитетом места ночлега заняты. И места освобождаются, если только кто-то уезжает. Они приехали в марте месяц, когда была учеба и в высшей школе, и техникум учился, и музыкальная школа, потому что студенты и учащиеся этих школ проживают в этой гостинице. Они 1 сентября возвращаются, поэтому больше 250 мы не можем в эти помещения поместить, поэтому это максимум. И на это мы пока останавливаемся, мы не можем больше, ну, кажется, брать население, если нам негде их размещать. Сейчас эксперты прогнозируют, что больше всего беженцев вернется на родину в сентябре, когда начнется новый учебный год. Весной этого года предприятие водоснабжения «Удыга» получило европейское финансирование на реализацию проекта по повышению энергоэффективности. В рамках проекта до конца 2022 года для собственных нужд будут установлены две электростанции на солнечных панелях. Одна возле станции очистки воды от примеси железа на улице Талсо, вторая возле станции по очистке источных вод. Эти электростанции на солнечных батареях будут служить для производства электроэнергии для собственного потребления, а не для продажи. И еще в рамках этого проекта мы планируем заменить старое оборудование на более энергоэффективное. Во-первых, заменим воздуходувку, которая оснащена станцией по очистке источных вод. И новое оснащение будет работать с большей эффективностью и меньшим потреблением электричества. Установят и два новых канализационных насоса. Произведенная с помощью солнечных панелей электроэнергия заменит 15% от объема закупаемой энергии. В год это позволит сэкономить 27 тысяч евро. Учитывая тот факт, что 85% оплачивает Европейский фонд регионального развития, вложение окупится через один год и четыре месяца. В результате любой закупки, которую мы сейчас проводим, происходит удорожание. Все становится дороже, чем мы планировали в бюджете. И если посмотреть на сайте СПРК, наши коллеги уже неоднократно подавали свои проекты повышения тарифов. Только повысили вот тарифы в Лепе, в Риге, Елгове и в других местах. И мы в том числе. Но мы не повышали тариф уже 13 лет и в последний раз повысили его всего на 9%. Насколько необходимо будет в будущем повышать тариф, сейчас сказать невозможно. Результатом проекта станет улучшение энергоэффективности инфраструктуры городского водного хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг, сокращение расходов и влияние на окружающую среду. Согласно расчетам, объем выброса газа СО2 сократится на 40 тонн. Количество энергии, которое планируется производить с использованием возобновляемых энергоресурсов, составит 0,237 мегаватт-час в год. Это все новости на сегодня, а значит я с вами прощаюсь, желаю вам приятных выходных и до встречи в понедельник. В субботу 16 июля в Венсполсе пройдет международный слет байкеров Круландбайк МИД. А это значит, что состоится традиционный парад мотоциклистов по улицам города. Для успешного и безопасного проведения парада мотоциклистов с 12 дня до часу будет закрыт для движения транспорта участок улицы Вассорницу от улицы Айсаулес до улицы Атпутас. С часу дня до двух часов дня будут кратковременные ограничения движения на протяжении всего маршрута парада, перебоев движения общественного транспорта и возможны опоздания автобусов. А с часу до трех дня для движения будет закрыт участок улицы Уэстас от улицы Лейла до улицы Пилс.